Большинство аналитиков, ожидая сегодняшний отчет по темпам роста потребительских цен в Великобритании, были уверены в негативной динамике. Тем не менее, публикация данных смогла удивить даже скептиков. В соответствии с предоставленной информацией, дефляция в июле составила 0,3% против прогнозов 0,2%. Годовой прирост показателя CPI замедлился с 1,9% до 1,6%. Аналитики ожидали годовое значение на уровне 1,8%. Такие данные вполне оправдывают осторожность главы Банка Англии Марка Карни, заявляющего о том, что время к повышению процентной ставки еще не пришло. Бюро статистики Великобритании отмечает, что цены снижаются практически на все. На одежду, предметы домашнего обихода, алкоголь, табачную продукцию и продукты питания. Тем временем цены на жилье продолжают расти. Банк Англии неоднократно выражал свое беспокойство за формирование мыльного пузыря цен на британском рынке недвижимости. И даже принимал определенные меры по ограничению цен на жилье. Но, видимо, пока правительственные меры не оказывают должного влияния. Фундаментальный фонд спровоцировал резкое падение курса фунта на валютном рынке. В паре с американским долларом фунт стерлингов сразу потерял порядка 70 пунктов. Сегодня пара может оказаться под еще большим давлением, если данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах выйдут не хуже прогноза. На этом фоне пара сейчас торгуется ниже двухсотдневной скользящей средней, которую вы можете увидеть на дневном графике. Это уровень 1,6667. И вполне вероятно может протестировать уже сегодня или, возможно, завтра, в зависимости от того, какие будут данные из США, новый уровень 1,6560. Буквально через полчаса Минтруда США публикует долгожданный отчет, содержание которого инвесторы со всего мира будут искать подсказки к формированию новых прогнозов для американской экономики. Причем вся эта деятельность будет сопровождаться надеждами на то, что подобным занята и сама Джанет Йеллен, возглавляющая ФРС США. В пятницу состоится ее выступление на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. И участники рынка ждут, что Йеллен наконец-то отклонится от традиционной темы о слабости американского рынка труда и укажет на другие причины, приостанавливающие старт к ужесточению монетарной политики. Продолжение следует...